Подошла очередь очередной тройки микрофонов, не самого дорогого сегмента, но способных удовлетворить не очень требовательных людей. Сегодня послушаем Samson Meteor Mic, Shure MV5 и недавний Roden T-Mini. Оценивать и выбирать недорогие микрофоны для вокала это как-то несерьезно, но с другой стороны с чего-то нужно начинать, чтобы понять на что обратить внимание в дальнейшем, оценить звучание и так далее. Да, звучание имеет большое значение, не важно дорогой или дешевый микрофон, вам должно нравиться его звучание. Именно поэтому исполнители живьем ездят как правило со своим микрофоном, так как им нравится как он звучит. Не путайте с фанерными звездами, им как бы все равно перед чем открывать рот. В нашем сегодняшнем небольшом тесте возможно поможем вам выбрать компактный микрофон для вокала, звучки или для игры на инструменте. Давайте, чтобы не тянуть кота за то, что он так любит, послушаем сразу три микрофона на примере вокала нашей Вероники. Улица и лица длится, не спится, засыпаю, не могу остановиться, зажигаю, наблюдаю за собой там. Со стороны раны не зажили, долго кружили вдох, снова тени ожили, были, любили, забыли, оставили там. Я не вернусь, и снова не будет весны, я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я, часами, словами, весами грузили себя. Пара-па-па-пам, пара-па-па-пам. На ответы у меня есть вопросы, папиросы, расспросы, спроси меня, где ты, нигде я иду в никуда. Да, горят провода, это правда, сухая вода, бесконечная нота. Спроси меня, кто ты, никто, но я здесь навсегда. А теперь обсудим то, что мы услышали. Все три микрофона, по сути, дают довольно плоскую картинку по сравнению с крупными старшими микрофонами конденсаторного или динамического типа. Неким балансом между высокими и низкими частотами выступает Rotten T-Mini. Можно писать как вокал, озвучку, так и побаловаться с инструментами. Звук получаем более глубокий по сравнению с двумя следующими. Что касается Samson Meteor Mink, то несмотря на свой размер, микрофон дает больше низких частот, то есть басов, а значит в него можно попеть и для озвучки неплохо. Струнная я бы не рекомендовал писать, так как будет мало деталей. В то же время кроха Shure MV5 дает больше резкости, то есть превалируют высокие частоты, а значит можно и на струнных поиграть и попеть немножко. Также неплохо подойдет и для озвучки, благодаря компактности и совместимости с мобильными устройствами. Теперь пришло время послушать детскую укулеле. Довольно спорный инструмент для теста, но он позволяет оценить частотный диапазон испытуемых микрофонов. Тут все без изменений, так же как и с вокалом. Meteor Mink переваливает в низкие частоты, Shure MV5 уходит в высокие, а Rodentie Mini сбалансирован и выдает более реалистичный звук. Но стоит учитывать, что Samson Meteor Mink и Shure MV5 это очень компактные микрофоны для мобильной звукозаписи, а значит это такой походный карманный вариант. Также Shure MV5 имеет на борту несколько пресетов для записи. Нажимая кнопку на микрофоне, вы переключаете варианты предустановок для той или иной задачи, что еще более делает его универсальным для компактного устройства. Ну а что касается Rodentie Mini, в обоих тестах он показал себя более сбалансированным микрофоном. Это своего рода настольное устройство, просто чуть компактнее старшего брата. А стал ли он от этого лучше и что он из себя представляет как самостоятельное устройство, а не в сравнении, а об этом вы узнаете из отдельного обзора. Любую из понравившихся моделей вы можете более детально изучить по ссылкам в описании. Сегодня были неплохие модели, которые интересны каждый со своей стороны. Выбирать вам в зависимости от ваших потребностей. И надеюсь видео хоть немного помогло в выборе. Творческих успехов, покупайте лучшее, а у меня на сегодня все. С вами был Евгенович, всем пока.